5 в общем сегодня про эту решет рич от строк че решаться так че там глаз сахары голос африки всякое такое в общем остановился в интервете всяких супер роликов да там про это место можете вообще посмотреть она очень интересная его обнаружили там с космосом 1905 год что такое и якобы потому местных легенды тут знаете сразу все такие начали подстраиваться вообще неплохо да что в вашей стране обнаружили чем-нибудь такое прикольное что видно из космоса какой-нибудь не знаю нарисовать прикольный символ который бы сфоткали из космоса и потом в вашу страну сразу завалили туристы ну ладно повезло во британии дальше как бы тут такие идеальные круги почти что идеальные но это как то что ну если не кратка на потому что если вы завалялся были по породы в том же самом в том же самом случае это и не метеорит упавший потому что тогда была баронка и осколки метеорита и всякое такое куча всяких сказок в интернете что мол ребятки это же место инопланетных кораблей всякое такое это супер ровная плита но если вы посмотрите да и видно такая драмальная естественная природная это то есть они как-то искусственно выстроили ну и ученые тоже там трендят что типа все это красиво нормально выстроено с помощью природы вот тоже там интернете полно роликов что мол смотрите какие обожженные камни сверху не всем непонятно что это прошло там ну там типа говорят тут миллионов лет там всякое такое но что камни переворачиваются и там эрозии все остальное но не важно в общем я хотел свою тоже мега теорию в общем тут всяких тут большой динозавр тут спит и в общем там чего только не хочешь если вы посмотрите в интернете есть такая вещь как цветущая африка очень рекомендую поинтересоваться там карты 16 15 18 веков где африка зеленая и подтверждение этому очень много есть например города есть города в африке нафиг делать города в середине пустыни правильно вот когда цветущие там всякие фрески все остальное то вообще африка не выглядит какой-то песочный во всех этих городах вот ну еще не забудем про то что пустыня сахара еще каждый год увеличивается там что-то на 50 километров так принципе немало да вот и сути она увеличивается до сих пор то понятно что можем конечно говорить как говорят эти геологи все остальные что мол дождей стало меньше всякое такое поэтому все высыхает и вон за 300 лет вся африка высохла но в общем но в общем и так она все и все понимаем что за 300 лет африка не высохла не высохла кстати на средневековых картах африки пирамид нету кстати интересная фишечка ладно вот вообще африка очень интересная и на самом деле то что-то когда-то была вода тут никто об этом не спорит вот и ну и в принципе даже такая пологая пологая местность она уже символизирует о том что пологая местность символизирует о том что непологая смысле ровная местность потому что когда-то был океан и чаще чаще всего так окей теперь какие тут еще истории остались инопланетян скорее всего нет метеорит нет вулкан нет какие-то тупые теории заговора нет слишком то для теории заговора это все там последний там возьмем там пару сотен лет ну тысячу лет да там скажем так этой структуре точно ну гораздо больше времени а еще все что говорят ученые там 400 миллионов 100 миллионов возьмите сейчас украину или ковид на то есть ковид вы могли в ковид написать в интервисе что эффективно кто-то мог даже уже не кто-то мог а куча людей села за решетку да вы могли вот сейчас про войну крайне не важно там в какой вы стране в нейтраль не вы открыто высказываться быть и наверное нет потому что политика важно какое-то мнение и куда ли тут политики в историю до поделают исторический факт и как бы это делает но как массово то есть увидите там история украины там украина вечно мне но никак не что украина например в него и там большая часть в нее верит возьмите россию нас от вас тибется возьмите америку она там все что-то свое имя это спросите африканцев еще скажу жизнь из африки в общем ладно что хотел сказать ну и то же самое как в африке спорят где где был первый человек у нас нет у вас у нас самим его появилась у нас там еще что неважно но я просто к тому что политики лезут в историю истории и когда историки и историки скажем так когда например ведутся раскопки что-то находится сначала все несут историком историк политиком политики дают официальную версию посмотрите даже последний скандал в литве про 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 я если что в коментом ставлю ролики про то как нашли в принципе за последние 50 лет самое важное назовем это сокровищем клад и его просто взяли и короче слию вот вот так ладно в историческое значение большое это столько имеет а политики делают то что им нужно то есть политики пишут историю поэтому когда вы горите что этой структуре там 500 миллионов лет 100 миллионов лет все реки там ребята приезжали там от кинеми там не знаю там есть эти всякие юнеско кстати юнеско что же под денежку платит за это самое она что же там скажем так там работают люди которые тоже получают зарплаты которых тоже есть интересы возьмем какими-то всякие каналы discovery или там они все представляют какие-то интересы там особенно про египет там грубо говоря все эти самые популярные все эти самые популярные ребята они это вообще крепкий человек это вот наш водитель египет ну сейчас конечно я буду водителем они еще об этом не знают ладно вот грубо говоря история пишется под кого-то то есть сейчас выгодно кому-то нам договорились что корнем 400 миллионов лет я почему связываю с цветущей африкой потому что африка была зеленая потом стала пустыней вот как племяшка говорит стала кустыней тут много кустов и раз как бы поэтому была причина поэтому я лично мнение так вот издалека заходя все что говорят историки всегда пропускать через свои уши через старт свой мозг и хороший пример как его и война на украине посмотрите сколько теорий а вот про комити римскую империю есть всего одна однако повесточка да вот так поэтому мое личное мнение здесь вполне могут быть во первых какой-то взрыв причем воронок воронок три есть самая старая воронка но так геологи об этом не спорят поменьше воронка не воронка скажу так округ окружности гора в виде окружности был какой-то первый взрыв например может быть какая-то макета слепала может какие-то атомные звуки они различал готовые воронки но вполне может быть что может и кинула потому что это нет как неправильное геометрическое строение но понятно что на чем-то вызвано вот поэтому вполне мог быть какой-то взрыв в смысле наземный дальше ну то есть это через это не вулкан что он центрально сделано каким-то существами дальше ну либо могла взлетать большая ракета потом поменьше ракета потом еще что-то это естественно все как-то оплавилось через какое-то время эрозия все это добило вот так вот ну это вот такое мое мнение шансов что природа это все сознание нет природа все сама это разрушила по чуть-чуть поддала все это старению и форме изменения вот такой вот на ней но из теории заговора но как бы когда мы видим пирамиды понятно земле есть колитет или какие-то другие существа люди просто не могу построить существующими приемы ибо от нас что-то очень жутко раскрывает здесь что-то мое мнение вот инопланетное вот или или скажем так дочь человеческое что-то здесь было большое точно видно и динозавр пукнул кстати посмотрите динозавров тоже наводит во фото зачем тут твоя бы динозавр вот ребят дачки вот так вот записал ролик вот такой вот он глаз сахары принципе все отдельные объекты чего разрушает природа ну где-то озеро где-то речка где-то дорога как бы такой прям идеальной структуры нет хочу сказать что если бы не космос это место вообще никто не замечал просто какой-то очередной кипе на машине вы ехали даже остановись поскольку симпатично симпатично но вот мое личное мнение что вы лично менее что-то какой-то взрыв и было несколько поэтому и несколько шести вот так ребятки удачки скоро вот такой вот мой экспертное мнение про глаз сахары